Республика выстраивает перспективные отношения с недропользователями. На территории Якутии работает ряд крупных промышленных компаний. Но дефицит технических и рабочих кадров зачастую не позволяет решить серьезные вопросы, возникающие у недропользователей. Тему продолжит Любовь Васильева. Выпускник СВФУ и Томского университета Иван Данилов работает инженером компании «Газпром Трансгаз Томск» в Алдане. К своей профессии он готовился с малых лет. Еще со школьной скамьи ему нравились точные науки. Будни молодого специалиста проходятся черчежами в офисе и на выезде в подконтрольные участки. Работа в компании мне очень нравится. То, что я ожидал, профессиональный рост, интерес. То, чему я учился все эти годы, все эти шесть лет, все здесь я вижу, ощущаю. И работа мне по душе. Аркадий Турантаев для молодого человека уже опытный специалист. После окончания Сибирского федерального университета в Красноярске он работал на северной площадке Алроса в Удачнинском ГОКе электрослесарем. Сейчас специалист службы энерговодоснабжения «Сахатранснефтегаз». Ему, выходцу из сельской местности, еще в школьные годы помогла экспедиция молодежь в промышленность по маршруту Якутск-Ленск-Талакан. Впервые увидев промышленные масштабы этих компаний, Аркадий выбрал свою будущую профессию. Выпускники высшего учебного заведения приезжают с багажом знаний, но без практики, как это все применять. И вот коллеги, будущие коллеги, с которыми будете работать, они поддерживают во всем. Республиканский проект «Местные кадры в промышленность» уже показывает положительные результаты. Центры занятости по местам проводят переобучение незанятого населения по рабочим специальностям. Привлечение местных специалистов для работы в крупных промышленных предприятиях – один из приоритетов деятельности главы Якутии. Если в какой-то отрасли уже спроса нет или перегрузка, значит, нужно переориентироваться и пройти переподготовку. У нас специальный госкомитет по занятости появился, который должен эти задачи выполнять. Промышленные компании заинтересованы привлекать местный трудовой ресурс. Для этого в Якутии организуется и целевая подготовка молодых специалистов за счет бюджета республики, и ведется работа по профориентации молодежи по переквалификации безработных людей. В эти дни на заседании Наблюдательного совета Северо-Восточного федерального университета Егор Борисов отметил, что особое внимание необходимо уделять техническим специальностям по нефтяной, газовой отраслям. Мы чувствуем определенный дефицит кадров именно технического профиля. Мы начали поддерживать свои техникумы, свои специальные образовательные учреждения. Но чувствуем определенную нехватку с высшим образованием кадров технического профиля. Сегодня есть необходимость задуматься на базе федерального университета, здесь расширить перечень специалистов технического профиля. Приоритетная кадровая политика должна дойти до каждого жителя республики, и при активной позиции самого гражданина будут решены проблемы дефицита рабочих кадров на промышленных площадках республики. Любовь Васильева, Евгений Рызанский, Тамара Игнатьева, Татьяна Вахнина, Анвы Казаха, Алдан, Ньюрингри, Якутск.